Начну с самого интересного. Собственно, все здесь присутствующие, я так посмотрел, достаточно много слов о биткоин, криптовалютах. И их обычно пророчат, как там смерть банковского сектора, изменения всего и вся. Но давайте посмотрим. В первую очередь, надо отличать разные деньги. То есть, да, мы говорим про рубль, например. Но рубль в рознице и рубль в корпоратах очень сильно отличаются. Почему? В рознице вы практически сразу даете деньги и получаете услугу. В корпоративном секторе этот цикл в самом простом варианте выглядит то, что вы сначала даете обязательства, что вы заплатите, потом вам в течение какого-то времени оказывают услугу, и только потом вы переводите деньги. Это как минимум простая вещь, которая с существующими, например, криптовалютами не реализуется. И именно это объясняет, почему сейчас, если вот кто-то бывает на конференциях, где присутствуют банки, где присутствуют регуляторы, рассматривается не криптовалюта, а именно передача обязательств. Сейчас именно, сейчас поэтому, кстати, еще пошло такое разделение. Появились термины, их особенно IBM сейчас активно продвигает. Они разделяют криптовалюты, cryptocurrencies, и digital currencies, также crypto assets and digital assets. Потому что с точки зрения банков, регуляторов, важно не система, именно что там криптовалюта, там может быть анонимность, важно, что это упрощает работу системы. А эмиссия и все остальное все стараются оставить в рамках того функционала, который есть сейчас. Это же управление, управление экономикой. Ни одно нормальное государство в жизни никогда не отдаст управление экономикой в свободное плавание. Это значит, что вашей экономикой можно было бы манипулировать ваш сосед, который на это не пошел. Очень просто. Так вот, именно поэтому в крупных конференциях больше разговоров идет именно про блокчейн, digital ledger technology, то есть технологии распределенных реестров. И здесь, кстати говоря, одно из самых сильных продвижений. Как ни странно, финансовый сектор первый подхватил волну, поскольку значили с биткоина. Но рабочие реализации, которые сейчас используются в мире, живые, как ни странно, они совершенно не из области финансов. Как пример, очень мне нравится, например, Everledger. Если кто-то видел или читал, посмотрите, не финансовый сектор. Да, они связаны с обеспечением страхования в области добычи алмазов, но в целом это не финансовая составляющая. Или, ну, ладно, это можно потом отдельно в кулак. Что происходит в финансовой части? Да, есть реализации, но в основном именно как раз розничные. Здесь хороший пример – Южная Америка. Они запустили, я сейчас не вспомню название системы, они запустили систему, когда вы делаете, там многие государства, они так называемые underbanked, там недостаточное проникновение банков. Но практически у всех есть мобильный телефон. Что делают? Если у вас есть, например, счет, то вы можете внести деньги в систему, не заходя ни в какой банк. Вы приходите в ритейл-точку, потому что потом эти же деньги используете в этой ритейл-точке, и просто в ритейл-точке отдаете свои деньги, а вам на счет ритейл-точка их зачисляют. То же самое снятие. Для ритейла удобно, для пользователей удобно, в принципе, всем удобно. Но это розница, внимательно. Давайте ближе к более крупному корпоративному сектору. Что происходит? Да, разговоры, что страшная централизация, мы тут всех, как говорится, всех замучили, всех съели. Но давайте немножечко, как говорится, посмотрим состояние. А что такое банковский сектор? Это не 10 компаний, не 100 и не 1000. Это очень большое количество компаний. Даже тот же SWIFT, который называют как вообще абсолютный просто пример страшнейшего монстра финансовой индустрии, централизация, извините, 10, более 10 тысяч акционеров SWIFT'а, те, кто пользуются его услугами. Они же им и управляют. То есть эта система как раз отличная иллюстрация нецентрализованной системы. Так, как пример. Так вот, продолжая тему SWIFT'а и куда все это идет. Тот же SWIFT децентрализацию именно технологии DLT протестировал еще в 90-х годах. В 90-е. Когда еще блокчейн даже не пахал. И все пришли к выводу, что на самом деле это пока экономически не выгодно. Это раз. Второе, что интересно в индустрии, в крупной, это стандарты. То есть вот сейчас, если вы смотрите на рынок, смотрите, очень много решений, которые там гарантируют межграничные платежи. Можно еще отдельно поговорить, как они работают и к чему то, что сейчас предлагается, не двигается. Но это вот пример с межграничными платежами. В чем проблема? Да, я, например, знаю больше десятка различных компаний, которые предлагают услуги. Пользуйтесь нами, у вас будут межграничные платежи. Но извините, а стандарты у вас какие? Да, какие-то. Мы там сами написали, вот у вас есть формочка, сюда вы вводите, вот в этой формочке вы смотрите. Это не стандарт. Главная проблема индустрии, которая периодически возникает, которая индустрия переживает, это как раз дефрагментация стандартов. Чем больше у вас стандартов, чем больше у вас компаний, которые оказывают вам услуги по переводу денег, тем у вас IT сложнее. Дороже, а значит дороже вашим покупателям. И сейчас, создавая там 150 тысяч, уже там, на самом деле, да, уже под тысячу, десятки тысяч различных криптовалют, на самом деле, мы просто сейчас сильно дефрагментируем рынок. И если банковский сектор начнет использовать вот это все, то это просто бешеная стоимость. У вас вместо одной системы интеграции со свифтом, одной системы национальной платежной, у вас будет 25 тысяч систем. Отлично. Я себе представляю счет, который надо будет пойти платить за такое. Так вот, и сейчас вот это вот на самом деле, все в крупной индустрии понимают, децентрализация нужна. И здесь, ну ладно, сейчас закончу. Децентрализация нужна, я чуть позже объясню почему. Но здесь самое главное – стандарты. Это вот сейчас одна из самых больных тем. Потому что даже крупные игроки, ну, тема-то новая, как бы в крупных компаниях людям не очень интересно заниматься там. Им тоже хочется чем-нибудь новым позаниматься. И поэтому сейчас, на самом деле, все крупные компании изобретают велосипед. Каждый, по отдельности. То есть HSBC произвело 52 эксперимента. Барк Лайц там с десятком сидит. Виза сама ведет около дюжины проектов. То есть каждый сейчас экспериментирует. И все соглашаются, что да, мы все экспериментируем. Очень интересная тема, очень перспективная в плане сокращения стоимости. Здесь, кстати, важно. В блокчейне пока не видят генерации ревенью. Видят именно кост-каттинг. Так вот, соответственно, все экспериментируют, но в результате это заканчивается большим количеством разных вариантов реализации, которые между собой совершенно несовместимы. Ну, вот сейчас задаваемый вопрос, а принимаете ли вы там эфиры и биткоин? Ну, по-хорошему, если это платежная система, вот сейчас вот вы в свисте, без разницы, вы переводите доллар или рубли. Сообщение одно, стандарт один, все работает. А не в варианте, что, ой, нам надо еще систему разработать, что-нибудь проинтегрировать, тогда мы будем принимать эфир. Это как раз красивый пример. Что еще интересного в крупных компаниях? В сторону блокчейна побольше и в сторону ДЛТ. Для крупных компаний самое интересное, как я сказал, это кост-сейвинг. Потому что ревенью – это все-таки новые виды экономической деятельности. Блокчейн не приносит новые виды экономической деятельности. Он реформирует имеющиеся. А это значит, что он просто меняет стоимость исполнения. То есть банк… Да, мы видим кост-катинг. В чем? Как раз в том, что называется смарт-контракт. Смарт-контракт – автоматическое исполнение ряда условий по договору. Но с ним тоже довольно сложно. Например, у вас есть определенная система Ethereum. У меня сейчас есть смарт-контракт. Вас кто-то надул. С тем же DAO или багом воспользуюсь, или контракт сначала сделали с хитринкой. Куда вы пойдете судиться? Какая подсудность? Кто вас надул в этой системе? Или система сломала и выдала вам другой результат? Кто виноват? Никто не знает. Нет сейчас такого понятия. Эти системы, на текущий момент невозможно определить под даже подсудность. Не говоря уж о таком простой вещи, что важнее – бумага или цифровой контракт? Ведь вы же можете заключить и в том, и в другой форме, а вам потом возьмут и оспорят. Проблема-то не в исполнении контрактов, а в том, что их можно оспаривать. А вот здесь запятая означало другое. Это я утрирую, конечно, но до определенной степени. И вот одна из больших проблем, которые сейчас очень много разговаривают за последний год. Кстати, последний год сильно отличается от предыдущих трех, которые я присматриваю за всем этим. Начали обсуждать реальные проблемы. Начали обсуждать проблемы ликвидности биткоина. Почему, например, финансовые институты не пользуются биткоином? Все очень просто. Ликвидность низкая. Невозможно построить проекцию кривой цены. Невозможно оценить риски как результат. Невозможно сдать отчет по базелю. Точка. Нельзя сдать отчет по базелю, пожалуйста, бешеные резервы. А что такое резервы? Это деньги, которые не работают. Ну это ладно, я отклонился. Что еще? Собственно, юридический аспект, аспект стандартизации. Чисто технически сам блокчейн и биткоин, я дам самый простой пример, почему он на самом деле интересен крупным компаниям. Все довольно просто. У вас есть бизнес. Любой бизнес – это взаимоотношения с другими бизнесами. То есть это что-то не ваше собственное, это ваше отношение. А как сейчас выглядит любой IT и бизнес-процесс? Все мое. Еще желательно стеночка обминесенная. И, как говорится, не дай бог, кто-нибудь заглянет, как все внутри происходит. То есть получается, что у нас IT изолировано, а бизнес нет. И у бизнеса с этим проблема. И вот как раз приход биткоина послужил не то, что способ решить эту проблему, а способ задуматься. Что децентрализация уже сейчас нужна, и именно как раз изолированность бизнесов в своей внутренней реализации, она как раз и мешает индустрии дальше развиваться. Она вызывает задержки, то, что называется financial friction, то есть как раз излишней стоимости. Когда вы, например, деньги переводите, у вас 25 посредников где-то там. У вас есть time friction, как, например, торговые операции, просто передача документов. Это процесс может занимать дни, сотни дней. Но здесь еще хочу заметить как раз в плане снижения фрикшнс. Почему на самом деле и Павел Ходолев, который входит в нашу рабочую группу, недавно давал комментарий. Мы не считаем, что банки пропадут, как любят это массировать. Я верю, что в присутствующем зале многие знают, как работает финансовая система в основных вещах. Но кто точно знает, как работают переводы, точно знает, как работают регуляторные отчеты, как что? Ну, хорошо, вот. Ну, еще два человека. А теперь другой вопрос. А кому это вообще на самом деле хочется знать? Я думаю, мало кому. Это своя специфическая область, нудная, сложная. И она не отостанется нудной и сложной. Мир не упрощается, мир только усложняется. И банк в этом варианте, да и, в принципе, любая другая, ваш посредник, он снимает с вас проблему думать о том, как это работает. Вы приходите и говорите, я хочу привезти деньги. Он говорит, банк очень простой ответ. Это стоит столько, все, на этом как бы ваши проблемы закончатся. Если вы себе можете позволить, вы этим пользуетесь. Не можете позволить, но ищите другой вариант. Банк не доставляет вас изучить вот такую вот стопку талмудов с регуляторкой, каждую неделю получать там обновления из всех регуляторных комитетов и следить за всем этим. То есть банк за вас решает эти проблемы. Именно вот это стоят эти деньги. И те, кто сделают децентрализованную систему, да, когда это приложение, человек переводит 15 рублей, хорошо, но когда это корпорация, там все сложнее. Никто в корпорациях также не будет изучать подробно финансовый сектор. Они все равно, появится какая-нибудь компания, вот мы убьем SWIFT, отлично. Но кто будет поддерживать вот эту платежную систему, просто кому я могу позвонить, если у меня система глючит? Ну, кто-то будет, вот этот и будет SWIFT. Так же, как говорится, кому вы будете звонить, когда у вас деньги не найдут? Это и будет банк. Все очень просто. Мы никуда не денемся. Вот. Ну это ладно. Немножечко так обзор и чуть-чуть уже про Сбербанк. В самом Сбербанке мы с блокчейном присматриваем где-то годы с 14-го. Год назад у нас была создана рабочая группа, я как раз в нее хожу. Мы так шутливо называем кружок любителей блокчейна. Любим мы его активно, регулярно, помногу. Следим за, на самом деле, следим вплоть до исходных кодов за целым рядом платформ. Поэтому нас нелегко, как говорится, повесить лапшу на уши. Мы достаточно хорошо ориентируемся, что происходит. Участвуем в конференциях. И в рамках банка мы как раз рассматриваем ряд направлений, но, как я сказал, преимущественно не прямого перевода денег. Потому что эта система работает. У нас тут есть, например, Яндекс.Деньги. Чем для обычного человека будет отличаться перевод денег по сравнению с Яндекс.Деньги? Да ничем. Мобильное приложение, нажал циферки, нажал кнопочку, ушло, пришло. Все. Что там внутри? Конзумеры не волнуют. Обычно, поюзрители вообще неинтересно. Поэтому у нас немножко другое направление. Мы смотрим на те функции, где блокчейн, именно распределенная, поможет сократить именно стоимость. Причем не в основных бизнесах. Основной бизнес – это работающий бизнес. Если вы туда придете и скажете, вам надо отрезать, как говорится, все по самую шею и заменить на другое, это, во-первых, очень дорого, очень долго. И те, кто занимается бизнесом, на это не согласятся. Ну, понятно, у них все работает. Они деньги зарабатывают. Они зарабатывают мою зарплату. Я им очень признателен за это. Я не буду им жизнь портить. Но есть так называемые вторичные функции. То есть, например, из требований тех же долгов. Долги-то плохие не только тем, что они есть, тем, что у нас должны деньги, а тем, что за эти долги мы должны дополнительные резервы делать. Долг-то стал токсичным, плохим. Нам нужно на него резервирование. Вы не просто нам 100 рублей не доплатили, а мы потом на эти 100 рублей должны еще 100 заложить, грубо говоря, для ориентировки. Поэтому, например, вот в истребовании, это один из проектов, которым мы занимаемся, это автоматизация, так называемые, третейской оговорки в работе с третейским судом. То есть мы ищем способы, как мы можем максимально автоматизировать процессы, где нужно доказывать, что документ подан тогда-то, не изменялся. Это такие вот вещи, которые мы все хорошо знаем по блокчейну. Неизменяемость, соблюдение некоторого процесса, состояние. Еще интересная вещь, которую мы сейчас рассматриваем, но еще пока не делаем. Мы рассматриваем вариант реализации цифрового депозитария. У нас идет изменение закона с начала следующего года. И станет возможным депозитарное дело вести в цифровом виде. На полисе было объявлено еще одно направление, которым мы занимаемся. Это как раз документ оборот с ФАС. Это такая достаточно интересная тема. Она подразумевает, что с одной стороны организациям прятать нечего, а с другой стороны это упрощает взаимодействие ФАС. Но с другой стороны мы все знаем, что в нашей стране всегда есть час прятаться. Поэтому тема очень интересная, но она будет, скорее всего, упираться именно в менталитет. Помимо этого у нас еще есть ряд внутренних экспериментов. Мы, например, в начале года говорили про доверенности, но этот проект сейчас пока поставлен на паузу по очень простой причине, которая здесь, кстати, не называется. Все говорят, надо людей учить. Да, хорошо. А людей вы будете поддерживать? То есть если мы, например, собирались сделать цифровые доверенности. Но что это значит? Нам надо поддерживать все нотариаты. Если мы такую систему соберемся пустить в дело, кто будет поддерживать? Это все-таки не банковская функция. Банк не занимается поддержкой пользователей нотариата. Ну или там нотариусов. Мы занимаемся своим делом. Мы занимаемся финансовым сектором. Поэтому прежде чем вы… Такое обращение уже заканчивая каждому разу. Прежде чем вы подумаете о том, как сделать замечательную систему, подумайте, а как вы ее будете поддерживать? И как вы ее будете выводить в продакшн? И здесь как раз хороший пример заканчиваю. От визы. Бесконтактные платежи. Саму технологию виза разработала за два года. Потом она 10 лет почти уговаривала рынок и всех участников о том, что да, вы сможете это работать. Да, это будет вот так поддерживаться. Да, вот этим можно вот так заниматься. Да, давайте производить оборудование. И потом за три года это очень быстро раскрутилось. Да, сейчас все ускоряется, но прежде чем вы получите раскрутку от идеи, которую вы придумали, вам еще надо понять и убедить рынок, что кто этим будет заниматься и как. Все. Отлично, отлично. Может быть еще пару проектов расскажешь. Например, я так понял, подключение в ассоциацию Hyperledger Сбербанк. Да, мы вошли. Но это как бы не проект, это наше намерение. То есть мы, во-первых, дружим с Этериумом достаточно плотно. На самом деле, кстати, про Этериум интересно. Практически все входящие в R3 банки реализацию делают в основном на Этериуме. Это так, такой внутренний. В Hyperledger мы действительно вошли. Спасибо, что напомнил. Потому что банк рассматривает Hyperledger как один из перспективных в плане построения стандартов по блокчейну, по взаимодействию. Как я сказал, со стандартами сейчас проблема и боль. Поэтому мы с большим интересом будем поддерживать этот проект. Единственное, сам Hyperledger пока все-таки на достаточно ранней стадии. Там несколько вариантов реализации, если вы пытались этим пользоваться. Там есть что-то поинтереснее. Здесь, кстати, еще можно сказать, Microsoft с их ажурой. Они запустили, блечили, за что им большой плюс. Им стало намного проще пользоваться. Отлично. Есть ли какие-то совместные проекты с налоговой? Или можешь ты осветить что-то? Ну, скажем так, не могу. А причина, почему не могу, это уже отдельно. Хорошо, отлично. Вы очень спасибо красиво рассказываете про блокчейн и DLT. И вы говорите, что Сбербанк реализует решение. На чем он реализует? На блокчейне, потому что это очень важно. Или на распределенных реестрах, когда конкретно есть мастер-ноды, которые пускают либо не пускают транзакции, насколько я понимаю. То, что вы описали, это как раз просто общее название DLT. Мы делаем эксперименты. Уже делали и делаем на Ethereum. Еще экспериментировали на гиперледжере. Остальные реализации мы смотрим, но они нас пока не удовлетворяют. А более конкретно можете сказать, действительно, что вам интересно? Зачем я буду людям портить жизнь? Окей. Отлично. Я тебе такой вопрос провокационный задам. Ты дал определение банка, что это то место, куда приходит человек и просит перевести ценность. Можно ли биткоин назвать в таком формате банком? Ну, тут вопрос классификации биткоина. Я все-таки склоняюсь к тому, что биткоин – это, собственно, обычный ассет необеспеченный. Скажем так, биткоин – это на текущий момент, кстати, единственный обеспеченный ассет функции хранения. У него не нулевая базовая стоимость. В этом плане, конечно, его главное отличие от всех остальных криптовалют. Сам биткоин не является банком, он является системой учета. Потому что банком для людей скорее являются валлеты. Но единственное, с валлетом не поговоришь, на него не пожалуешься. А это тоже важная функция. Только банк без поддержки. Счет открыл, пополнил баланс, перевел. Сумел воспользоваться терминалом – твоя победа. Не сумел – извини. Отлично. Вопрос следующий. Хорошо. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, допустим, представим идеологическую ситуацию, то, что, грубо говоря, все банки мира собрались, устроили большую конференцию, договорились по поводу стандартов использования блокчейна и прочее, прочее, прочее. Теперь скажите, пожалуйста, обеспечением транзакций в такой идеологической системе кто будет заниматься? Грубо говоря, люди-майнеры или сами банки будут производить какие-то операции по типу майнинга для того, чтобы обеспечить транзакции друг с другом? Хорошо. Единственное, я такое маленькое отступление по поводу банки собрались. Как раз шутили последний раз на конференции MarketForce, что до 2008 года никто бы даже собираться не стал. Про технологию уж тем более. Так что банки действительно начали собираться, и в этом очень такое серьезное отличие тем, как сейчас происходит с технологиями и прочее именно в банковском секторе. Все стали дружнее и прислушиваться. Так вот, вопрос по поводу майнинга. На самом деле я здесь всегда привожу пример из другой области. Вы знаете, как работают взаимозачеты между большой тройкой мобильных операторов? У кого больше прошло транзакций, вызовов, тот тому и платит. То есть кто больше воспользуется чужими услугами, тот тому и платит. Соответственно, с операциями будет, наверное, где-то, мое личное мнение, где-то так. То есть будут банки, они будут заниматься, то есть у каждого из них будет стоять узел. Понятно, что там не будет генерации денег, но там будет, скажем так, генерация выполненных работ. И дальше идет взаимозачет. Например, я обслужил 20 твоих транзакций, ты 30 моих обслужил. Я тебе, соответственно, что-то заплачу за разницу. Наверное, вот так. Но здесь пока у индустрии нет мнения. То есть вот так же, как… Или пойдет пример, например, как Свифт. То есть вы просто покупаете определенный вид подписки и платите ежегодно. Дальше все эти деньги распределяются на всех тех, кто обеспечивает работу системы, и в том числе те же банки. Учитывая, что в банках информация конфиденциальная, пусть даже если она будет зашифрованная, скорее всего, в такую сеть межбанковскую не пустят другие институты. То есть там будут только регуляторы и банковские учреждения. Такой вопрос. Ну вот что вот R3 делает и Hyperledger делает, и еще есть несколькие в этих слоях. Как технология, то, что делает R3 и Hyperledger, как эта технология разная от… Если я возьму spreadsheet Excel, поставлю его на Google Doc, дам одному человеку в каждом банке write permission и 20 человек в каждом банке read permission, и как вот эта технология разная от того, что делает R3 или Hyperledger? Да, хороший вопрос. Если на самом деле правильный. R3, кстати, в Hyperledger передала исходники корды. Так что R3 на текущий момент свое DLT, по сути, не имеет. Она все это отдала в Hyperledger. Да, действительно, в вырожденном варианте, вот описанный вариант Google Docs, но единственное, это размноженный на кучу серверов, плюс как бы права записей. Единственное, нельзя менять чужую запись. Ну и свою задним числом менять нельзя. То есть в DLT сохраняется именно эффект там блочности и закрытых блоков. Это сохраняется. Поэтому от Google будет отличаться именно тем, что невозможностью изменения задним числом, или как правильно сказать, неоправданностью финансовых затрат на изменения задним числом. Таймстемпинг. Нет, даже не таймстемпинг. Это же как раз фишка биткоина. По-моему, еще Игорь Баренцев считал, что типа пересчитать блок, который год назад посчитан, что-то типа 50 миллиардов. Соответственно, вот эта фишка сохраняется. То есть чтобы не всегда можно было сослаться, что то, что прошло через DLT, это provable. И его поменять нельзя. Вот это как бы главное отличие от Google Docs. В остальном, да. В остальном очень похоже. А, кстати, в этом плане хочу заметить сейчас. Вот Ethereum очень сильно начинает родниться с APFS, который Interplanetary File System. Потому что именно хранение в привязке к смарт-контрактам, в привязке к неизменяемости событий, оно наиболее ценно. Но там хранение как раз, вот APFS добавили. Ну, для многих уже, наверное, не секрет о том, что существующая банковская система является своеобразным эмиссионным центром, включая денежный мультипликатор, судный банковский процент. Таким же эмиссионным центром является Федеральный резерв, Центральные банки. Вот не кажется ли вам, что именно технология блокчейна, криптовалюта является инструментом, который позволит построить действительно по-настоящему честную и прозрачную систему платежа? Ту систему, ради которой вообще и придумывались деньги. Ну, нет, давайте так. Деньги придумывались для как раз того, чтобы избавиться от бартера. Начнем с самого начала. Деньги появились как унификация товара, как универсальный товар. А вот появление кредитных денег, оно немножечко имеет другую причину. Я тут, как говорится, сверкнул. Там Бреттон-Вудская система, если помните, привязка к золоту. В чем была проблема? Как раз вот на предыдущем докладе нехватка ликвидности. Если вы привязываете количество денег к чему-то не связанному с объемом экономики, то у вас возникает проблема. Потому что у вас тогда экономика в какой-то момент за 100 стопорится. Если она вырастет быстрее, чем у вас растет ресурс, который привязан к деньгам, то у вас их будет не хватать. Другая проблема, что даже если вы всегда привязываете деньги к объему экономики строго, у вас все равно не хватает на ее рост. Поэтому и была создана система с кредитованием. Это система, подстегивающая экономический рост. Она обеспечивает больше денег, чем на самом деле существует в системе. Вопрос регулирования, сколько же на самом деле денег должно быть больше, чем экономическая емкость системы, реальное экономическое производство системы. Это очень большой вопрос, и я не вижу, как биткоин его решает. Саморегуляция здесь не работает. Все классические системы, опять же вспомню еще термины, система управления сложными системами, это так называемая трагедия общин, трагедия общин. Она как раз связана с вымыванием совместно используемых ресурсов. Так вот, когда система становится слишком большой, что в ней остаются только формальные связи, она нехорошо работает в саморегулирующемся варианте. Это мое личное мнение, я просто занимался этим некоторое время. Так вот, в биткоин у нас, во-первых, не имеет механизмов регуляции инфляции. У него регуляция майнинга, а инфляция, параметр инфляции, изначально заложен мистером Сатоши. Там просто фиксировано, проставлено в зависимости от времени жизни. Это никак не связано ни с реальной экономикой, ни с востребованностью денег, ни со скоростью оборотов, ни с чем. Поэтому, на мой взгляд, нет. Не решает и пока не очевидно, как. Кирилл, я пользуюсь случаем. Тебе, как корпоративному архитектору Сбербанку, позволь мне немножко пожурить, может быть, Сбербанк. Давай. Вот ты, в свою очередь, пожурил предпринимателей, что они за заборчиком сидят, что-то там делают закрыто, хотя они находятся в открытых бизнес-соотношениях. Сбербанк, в принципе, можно так же поругать за то, что очень мало внешних коммуникаций. Планируется ли в стратегии Сбербанка идти, скажем так, наружу за решениями, привлекать стартапы, проекты, может быть, даже инвестировать. Ведь Сбербанк, если я правильно помню цифры, в первом полугодии отчитался о сверхдоходности, прибыль, что в районе 180 миллиардов рублей. Если бы хотя бы один миллиард направили на рынок инноваторов, стартапов и так далее, то тут в России взрыв, наверное, произошел бы. Ну, давайте приведу встречный пример. Инновации, которые Ван Сианк, например, кинул в блокчейн, взрыва пока не наблюдается. А учитывая свойства России, как говорится, в распылении денег… Ну, хорошо, но есть Барклайс, который открывает сети акселераторов по всей Европе. Да, сеть акселераторов. У нас идут как бы определенные действия в этом направлении. На самом деле мы смотрим на то, что есть на рынке и как бы оцениваем. То есть вы зря думаете, что… Но сделок нет. Если мы никого не зовем, это значит, что мы ни за кем не смотрим. Но подробности, во-первых, я здесь не могу рассказывать, в том числе по инвестированию, это занимается другое подразделение банка. Мы смотрим. Если будет что-то интересное, мы заметим. Хорошо. Следующий вопрос. Вадим Синицын, Blockchain Academy. Всем привет. С Ethereum все понятно? С ее факапами все понятно? Да ладно, у него нет факапов, кстати говоря, у самого Ethereum. Четыре как минимум. Окей. Ну, баги в коде, ладно, у всех бывают. У всех бывают. Но нет, не у всех, тем не менее. Окей. С Hyperledger и с R3 Cord'ы понятны, с их терками внутри и тому подобное. Вы уже поняли, что рано или поздно, в конце концов, будете писать смарт-контракты на сайдчейнах биткоина? Ну, на сайдчейнах биткоина нет. Я пока, как говорится, в это не верю. Посмотрим. Отлично. Нормально? Да, на этой оптимистичной ноте тогда давайте поблагодарим Кирилла.